МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы ели когда-нибудь на природе свиной шашлык? И стейк-салат в американском стиле. С кукурузой, помидорчиками черри, овощами гриль и с ручковой фасолью в беконе. Нет? Тогда смотрите и запоминайте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня отличный день. Для того, чтобы встретиться опять снова вместе. Я сегодня горячий, так же, как и мой друг, мангал. Сегодня мы будем с ним жарить вместе наши свиные шашлыки. Сделали заранее мы всего лишь одно действие. Мы замариновали нашу свинину. Мы нарезали на мелкие кусочки. Посолили. Добавили секретную специю, которая состоит из порошка чеснока, порошка чили и пяти видов молотого перца. Поместили в натертый лук нашу свинину. Перемешали. Добавили острый соус, добавили уксус, добавили растительное масло. Хорошо перемешали и замариновали на 2 или 4 часа. Также мы с вами сделаем салат и стейк отдельно. Это будет стейк-салат. Вот. Значит, что у нас есть? У нас есть отличное мраморное мясо. Это стриплоин. Это отличный, отличный стейк из тонкого края. Мы его можем купить, кстати, в интернете. Вы знаете, купить его вообще-то очень тяжело. Но уже есть фирмы, которые его могут с доставкой на дом вам привезти. Вы сможете оплатить его карточкой или всем, чем пожелаете. И, собственно говоря, вы можете его есть. Он уже продается. Ищите в интернете. Мы будем, естественно, жарить этот стейк на решетке. Потому что все нормальные люди жарят нормальные стейки на нормальных решетках. Это чугунная решетка, на которой лучше всего жарятся говяжьи стейки. Возьму немного растительного масла. Совсем немного, просто немножко смазать их. Надо немножко смазывать, потому что это такой стейк маложирный. Не требует маринования. Нужно просто посолить, поперчить вначале или в конце, по вашему желанию. И просто жарить. Молча переворачиваю. Обжариваем нашу вкусную, нашу замечательную говядину. Вот есть свинина. Сегодня свинину мы будем насаживать на шампуры. Очень это интересно. Очень это вкусно. Всем это знакомо. Все это любят. Два классических шампура. Совершенно обычные, как у всех. Ими можно чесать спину, можно на них жарить сосиски. Мясо, сыр. Все, что угодно. Главное, естественно, уделять очень много внимания огню, потому что любые игры с огнем опасны. Поэтому надо уже переворачивать стейки. Я к этому клоню. Аккуратно их переворачиваем. И продолжаем. Нас ничего не должно отвлекать. Очень важно, чтобы ничего не свисало. Все кусочки мяса, которые одеваются на наш шампур, они должны быть обязательно одинаковой величины. Берите за эталон размер грецкого ореха. Это всегда удобно. И каждый кусочек будет всегда одинаково прожарен. Мы сделаем хороших два шампурика. Будет очень вкусно. Одену сейчас ее еще один. И сразу же пойду переворачивать стейки по нашей старинной традиции. После этого мы окутаем их. Это мясо можно есть прожаренное и даже сырое. Можно есть его вообще сырым, как едят, например, тартар. Но можно его и жарить. Можно его подавать с кровью, подавать в средней прожарке или подавать полностью прожаренную. Для этого блюда нам подойдет чуть выше, чем средняя прожарка. То есть, когда при нажатии выделяется прозрачный сок, розовое мясо внутри. Добавляем соль, добавляем перец. И убираем. И это ждет следующего часа. Она теплая, стоит, она нам не мешает, нагреется. С ней все хорошо. Берем фольгу. Берем кукурузу. Берем оливковое масло. Немножко поливаем. Заворачиваем ее в фольгу. И как такую конфетку отправляем греться на огонь. И сюда уже можно помещать наши вкусные, отличные свиные шашлыки. Значит, что мы будем делать дальше? Стейки здесь у нас есть. У нас есть отличная штука, это проростки бобов. Эта штука очень полезная, как раз в салате, где будет, например, отличная зеленая фасоль. Сейчас покажу, что мы с ней сделаем. Мы очень интересную сейчас с ней сделаем штуку. Бобы в беконе. Бенсен бекон это называется. Мы их тоже приготовим на гриле. Постараюсь разделить на пять таких специальных штучек. Полоска бекона. Это все дело можно аккуратно закручивать. Все это видели, все с этим сталкивались. Но я думаю, что не все делали это у себя дома или у себя на барбекю. Со своими друзьями или в каких-то других вещах. Это можно жарить и в духовке, это можно жарить и на гриле. Это можно жарить и даже на сковороде. Бекон берем, самый обычный, подкопченный бекон, тонко-тонко нарезанный. Все это дело берем и начинаем аккуратно выкладывать на нашу комфорку. Поджариваем. И можно брать кукурузу. Кукуруза уже хорошо подогрелась. Кукуруза хорошая, она желтая такая. Прямо она самая вкусная у нас. И есть у нас такая тарелка с вами. И мы в принципе будем сервировать все на этой тарелке. А кукурузу пока оставим здесь. Пусть полежит. Возьмем цукини. Только надо всегда посматривать за шампурами обязательно. Обязательно. Смотрим за этим делом. Берем, обязательно смотрим за делом вот этим. Обязательно. Видите, все, оно начало развязываться. Это плохо. Надо забрать и обязательно поправить. Вот, это делается вот так. Вот, надо главное аккуратно переворачивать, чтобы она не цеплялась, а переворачивалась вместе, да, уже вместе с бекониной, с этой. Все, и вот таким вот образом все это поджаривать. Это такая бы вкусно, хрустящая очень будет штука. Это будет такой универсальный гарнир, я бы даже так сказал. Первое, что у нас есть, это наши побеги. Их надо есть так. Их можно обжарить в оке, можно обжарить на сковороде, но вот это очень, это безумно вкусно с грилем, потому что они очень сочные, в них очень много воды. Сейчас увидите такую версию, просто такого вот салата, универсального гарнира. Не очень тонко, но не очень толсто их нарезаю. Ничего пока не делаю. У меня тут есть шашлыки, у меня тут есть бобы с беконом, у меня здесь есть отличная чугунная гриль-платформа для барбекю. Возьмем цукини и раскладываю по гриль-плите. Очень вкусную закуску мы уже сделали почти. Собственно говоря, я сейчас буду пока все это переворачивать, параллельно смотреть, естественно, за свининой, смотреть за беконом. Ну и уже я буду их снимать. Открытый огонь требует постоянного внимания. Приходится все просто аккуратно успевать жарить, все аккуратно переворачивать, снимать с огня. Субтитры подогнал «Симон» Сразу подсолим овощи обязательно. Немножко перца. И сюда, и сюда. Итак, что мы делаем дальше? Берем черри. И как бы вы не любили черри, это надо будет сделать. Аккуратно их кладем на нашу секретную панель. Достаем нашу кукурузку теплую. Ну ничего страшного, пусть тоже здесь полежит. Все овощи, все люди любят тепло. В общем-то, хотелось бы что-нибудь еще вкусного добавить бы нам в салат. Например, это будет паприка. У нас есть овощи и всякие разные вещи. В том числе у нас есть паприка. Я раскладываю паприку. Она сейчас отлично подпечется. Переворачиваю кукурузу. Начинаю аккуратненько вынимать оттуда черри. Так, на доску. Аккуратно поджаренные. С одной стороны, потому что на ней у нас круглые получаются. В таком виде мы их ставим, аккуратно разрезаем. Они слегка подпеченные. Я сейчас их подсолю. Потом все вместе заправлю оливковым маслом. Такой небольшой тосканский ужин в средней полосе. В общем-то, кукуруза. Кукуруза, правда, горячая. Поэтому возьмем ее специальным держателем. И, как вы поняли, это тоже будет часть нашего салата. Специальный салат, который нужно есть обязательно руками. Либо в какие-то части. Все, что мы не посолили, сейчас мы обязательно посолим, заправим сахаром. Это очень вкусные такие штуки. Такие пальцы из паприки. Это такой у нас, как вы видите, хороший такой интересный гриль-салат. Будем надеяться, что он вкусный. Итак, последняя всегда не хочет идти в тарелку. Потому что она считает себя все время самой вкусной. Итак, соль. То, что мы не успели посолить. Черри обязательно. Сахар. Обязательно сахар. Обязательно оливковое масло. Немножко перца. Ну что ж, теперь тут дело для стейка. Салат-то у нас стейк-салат называется, поэтому там-то должен быть стейк у нас. Поэтому берем стейк один. Берем стейк два. Вот это, пусть будет в салате тоже этот сок мясной. Вот. И начинаем нарезать на такие тонкие-тонкие стрипсы. Ну вот, смотрите. Мы хотели бы какое мясо получить? Без явной крови. С соком посередине. На доске у меня крови нет. На доске сейчас я только вижу сейчас мясной сок. И эта степень прожарки, которую мы сейчас сделали, называется medium well, как мы и хотели. Итак, я ищусь подходящие слова и перекладываю стейк в тарелку. Вы так лучше не делайте, надо это делать аккуратно. Так надо не один стейк перекладывать. Собственно говоря, с другим стейком поступаем точно так же. Нарезаем его на полоски. Эта степень прожарки немножко менее прожаренная. Поэтому сейчас на ваших глазах я выберу самую сырую частью, съем ее. В чем я это сделаю? Вот эта самая сырая часть. Так что увидимся в следующих передачах. Я готов признаться вам. Мало того, что я живой, так это еще и вкусно. И поэтому нужно попробовать. Первый раз всегда страшно, но нужно попробовать. Я тоже когда-то не понимал сырое мясо. Да, и у меня не первый раз я это пробую уже. Я не мог это вам сказать, но, к сожалению, да, я подсел на это. Итак, стейк-салат. И, собственно говоря, классные наши шашлыки из свиной шеи. Замаринованные в луке. Замаринованные в луке. Замаринованные в уксусе. С черным перцем. И солью. Поэтому я их кладу на это блюдо. Итак, сегодня мы приготовили совершенно разные два блюда. Ну, совершенно подходящим под каждый из них гарниром. Это сделали мы всего лишь за какое-то минимальное количество времени. С минимальной подготовкой в виде маринования мяса. И с небольшим рюкзаком по пути к нашему месту. Место отдыха, где мы будем готовить на открытом огне. В хорошую погоду и в хорошей компании. Желаю, чтобы все это было всегда с вами. И приятного аппетита. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА